...годи уехавших, так называемых релакантов, которые уехали за границу после начала специальной военной операции. Издание ссылается на данные компании «Финеон». Она специализируется на помощи в оформлении видов нажительства всевозможных. И вот по их данным, на родину уже вернулись 40% из тех россиян, кто уехал в прошлом году. Одна из причин возвращения — это ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран. О том, что многие уехавшие россияне решили вернуться на родину, минувшим летом говорил и Владимир Путин. Президент тогда называл цифру в 50% вернувшихся релакантов. То есть, получается, каждый второй уехавший. Так, от релакантов можем обратно... Да, потому что их вернувшихся все равно не хватает нам как государству для того, чтобы решать себе проблему. Поэтому, да, повышение рождаемости... Давайте сразу перейдем к налогу на бездетность, вот к этим предложениям, которые сейчас озвучены. Я скажу, что это не только вот этот налог будем обсуждать, там еще кое-какие предложения. Но в каком-то смысле это, ну, в общем, нововведение такое для нас. Потому что серьезно, мне кажется, давно про это никто не говорит. Серьезно давно? Да, да. В конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в следующем году в нашей стране ведут обязательные диспансерные наблюдения за работающими гражданами. Проводиться оно будет прямо на рабочем месте, обязательно включать оценку репродуктивного здоровья. Нововведение, по словам госпожи Голиковой, необходимо в рамках взятого государством курса на повышение рождаемости. Для нас семья – это широкое понимание, это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья, это многопоколенческая семья. И о каждой семье, и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Совпадение или нет, но практически тут же в Нижней Палате выступили с инициативой ввести для работающих здоровых граждан налог на бездетность. В СССР подобные меры носило название налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, и существовало с 1941 по 1992 год. Бездетные мужчины в возрасте до 50 лет и бездетные замужние женщины до 45 лет платили государству 6% от зарплаты. Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе...